Это новости Дагестана. Здравствуйте! В студии Хатима Буталибова. И вот главные темы дня. Вытащили почти с того света. Сотрудники МЧС спасли мужчину, который провалился в глубокую шахту-колодца. Вот три метра, как более трех метров, вот этот культурный слой, который поврежден. Это история тысячелетий, скажем так. Ковшом по культуре в Карабудахкенском районе разрушились сразу несколько памятников архитектуры. Детали нашумевшей истории в сюжете наших корреспондентов. Как вам открытие туристического сезона? Очень хорошо, нравится. Мы уже четвертый раз сюда ездим. Сегодня у нас ввече впервые. Откуда приехали? В Узбекистан. Просто нравится здесь. Как оцените концерт? Очень красиво. Туристический сезон 2022 стартовал в Дагестане. Этому событию посвятили отдельный трехдневный фестиваль. О том, где проходит масштабное мероприятие, смотрите в выпуске. Вызвалили из шахты. В Хасавюрте спасли мужчину, который провалился в колодец глубиной 16 метров. Сотрудники МЧС, используя горно-спасательное снаряжение, спустили коллегу вниз, закрепили на пострадавшем обвязку, а затем подняли обоих наверх. После удачной спасательной операции 50-летнего мужчину доставили в местную больницу. Бульдозером по истории в Карабудахкенском районе сравняли с землей три уникальных памятника археологии. Специалисты даже не успели их изучить. Как объекты культурного наследия, которые существовали более тысячи лет, были уничтожены за несколько часов, узнавала Патимат Ханапова. Вот три метра, как более трех метров, вот этот культурный слой, который поврежден. Это история тысячелетий, скажем так. Эту территорию на берегу моря люди обжили более полутора тысяч лет назад, основав здесь поселение, сегодня известное ученым как Маяк Городище. Однако уникальный памятник культуры эпохи ранней бронзы оказался уничтожен современными бульдозерами. Видны стены, зольные пятна и хозяйственные ямы. По всему периметру встречаются фрагменты керамических сосудов, каменные орудия и кости животных. Специалисты говорят, бывает два типа нарушителей. Те, кто специально роют, чтобы ограбить захоронение, так называемые черные копатели, и те, кто проводят строительные работы, не зная, что на месте объект археологии. Но, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. В случае с Маяк Городищем объект был разрушен при строительных работах, а вот памятник археологии Ачи-Сукурган подвергся целенаправленному ограблению. Археологи обнаружили пробитый варварами траншей. К большому сожалению, в нашей республике памятники археологии разрушаются не только в ходе хозяйственного освоения, но и путем целенаправленного их ограбления мародерами. Для получения предметов старины с целью наживы. Объект федерального значения. В данный случай далеко не единичный в республике. Это негативное явление приобрело большие масштабы. Шот идет на многие десятки объектов археологического наследия. Тем самым уничтожаются страницы нашей истории. Разрушению подверглось и улуби-аульское поселение. Культурные слои здесь были срезаны техникой доскального основания. Всего в Карабутахкенском районе, говорят ученые, разрушены около 20 объектов культурного наследия. Пугающая статистика. И остановить ее можно только ужесточив наказание, считают специалисты. Если это вопрос ужесточения наказания, на наш взгляд только ужесточение, только это будет иметь силу, по-другому нет. Потому что эти 30 тысяч рублей штрафа, ни конфискового металлодетектора и автомобиля, на котором приехали, не будут никогда иметь. В ситуацию уже вмешалась прокуратура района. Уже два дела доведены до суда. Археологи собираются извлечь из земли то, что осталось от памятников, и передать в музей. Однако, это вряд ли хорошая новость. После длинных ковшей современности, объекты старины теперь останутся неизученными. Патиман Таханапов, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Карабутахкенский район. Предприниматели, оставляющих мусор на тротуарах, накажут. Мэр Махачкалы Салман Дадаев осмотрел несколько улиц в центре города. Поводом для ночного рейда стали фото и видео, опубликованные в телеграм-каналах, где был растиражирован пост блогера Алексея Далгех о том, что на участках реконструкции ночью скапливаются отходы. Сотрудники администрации прошли по университетской площади, улицам Каркмасова, Толстого, Дзержинского, Дахадаева, Гамида-Далгата и по скверу имени Фазуалиевой. Наличие договора о вывозе ТКО проверили у нескольких объектов общепита. По итогам проверок было принято решение об установке на отдельных участках камер видеонаблюдения. Это все было ночью, между тем, днем на улице Каркмасова тоже не без нарушений. И касаются они неправильной парковки. Сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями управления транспорта администрации города провели очередной рейд. Несмотря на установленные дорожные знаки о запрете парковки на тротуаре, автовладельцы часто оставляют свое авто на пешеходной части. Автоинспекторы разъяснили водителям, что брошенный автомобиль в непредназначенных для этого местах создает аварийную ситуацию и препятствует проезду другого автотранспорта. Напомним, на улице Каркмасова предусмотрены заездные карманы, но парковка разрешена только параллельно и в специально отведенных для этого местах. Ловушки для маленьких вредителей. В Дагестане проводятся мероприятия по выявлению карантинных насекомых. За пять месяцев этого года специалисты Россельхознадзора установили 1760 феромонных и 3000 желтых клеевых ловушек, предназначенных для обнаружения томатной моли и западного цветочного трипса. Мониторинг с целью выявления фитосанитарного состояния проведен в тепличных хозяйствах на общей площади 74 гектара. В ходе обследования отобрано и направлено для исследования в дагестанский филиал ФГБУ в Никр 840 образцов. Случая выявления карантинных организмов не имеется. Реликвии пророка Мухаммада, мир ему и благословение, из Бештинского участка вернулись в Махачкалу. Выставка в горном районе продолжалась четыре дня. О том, как прошел последний день, в сюжете Хамзанру Магомедова. Сотни людей, сотни счастливых лиц с разных городов и районов республики. На выставку реликвии также приезжали из других регионов России. Все отражение я даже не могу слов найти. Настолько, настолько, я не знаю, что листы. Вот этот баракат, вот этот, вот все, что вот этот баракат, от этого, чтобы хватило уме Мухаммада, саламу алейкум асаляму, и в нашу Кабардино-Болгару, чтобы мы повезли вот этот нор, вот этот баракат. Слов нету. Слов нету, есть эмоции, над которыми уже после начнешь просто осознавать, понимать. Сейчас просто, знаете, так как-то на душе так трепетно, эмоции, такие непередаваемые ощущения, повторяюсь уже, над которыми уже начну потом задумываться, понимать, что была, что увидела. Особо трепетно к реликвиям отнеслись местные жители, коллективы разных сфер деятельности, посещали благословенные принадлежности великих личностей. Среди них медики, работники культуры, правоохранительные органы. С прибытием этих реликвий, нашу пророку алейкум асаляму, я хотел бы пожелать всему нашему району, нашему жамаату юридства, мира и благополучия. Также всем нашим гостям, которые прибыли сюда к нам, надеюсь, они остались довольными. То, что от нас зависело, мы заранее запланировали, у нас было, Лаймадей с оргкомитетом, были запланированы мероприятия и работа шла в штатном режиме. Надеюсь, все остались довольными нами. Не то, что наша банница, без Бештинского участка, не то, что Бештинского участка в соседнем районе. Я очень-очень рада, аль-хамду лиллах, который организовал муфтият Тагестана за этот очень большой баркал. Дай Аллах, чтобы такое еще и еще повторилось. Мне не жалко сегодня даже умереть спокойно, потому что мы, Бештинцы, не ожидали, что такое, когда-нибудь в далекой, глухой ущелье, придут к нам тоже вот эти святыли. Я Аллах! Атмосфера очень такая радостная, очень такая благоприятная. Конечно, жители и я, как глава селения Бешта, очень рады, что истории не было такого, чтобы ассары и реликвии нашего пророка, не было истории такого. Конечно, и народ Бештинский очень рады. В селе Бешта прощаются с реликвиями. Мероприятие подходит к концу. Выставка приняла последних посетителей. Сейчас спорткомплекс, где проходила выставка реликвий, закрыт. Внутри него каждую реликвию упаковывают отдельно, после чего в сопровождении автоколонны они отправятся в Махачкалу, хранить реликвии шейху Ахмаду Афанди. Хамзан Румагамидов, Ахмад Ханабуни Вайсов, телеканал ННТ, Бешта, Бештинский участок Цунтинского района. Судебные приставы детям. Концерт приуроченный к Международному дню защиты детей для воспитанников детского дома номер 7 города Избербаш организовали сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по республике. Они подарили ребятам летнюю одежду, необходимую в предстоящий период отдыха в детском лагере. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции, направленной на привлечение внимания общественности к нарушению прав детей. Управление Федеральной службы судебных приставов по республике Дагестан присоединилось к акции «Судебные приставы детям», организованной Федеральной службой судебных приставов. В рамках данной акции служба судебных приставов проводит горячие линии, проводит рейды на дорогах городов и районов республики Дагестан, связанных с взысканием денежных средств по исполнительным производствам и взыскания алиментных платежей. В том числе мы решили также провести благотворительный концерт в Избербашском детском доме. Мы традиционно проводим такие благотворительные акции в нашем подшивном детском доме ежегодно. И таким образом хотим сделать приятный сюрприз в преддверии Дня защиты детей. В Дагестане с размахом открыли туристический сезон 2022 года. Развлекательный комплекс «Главрыба» стал площадкой, на которой стартовал ежегодный фестиваль «Главфест». Он продлится три дня. Подробности в сюжете Карима Даниева. Кристина Даниэль Гарунов «Мисти». На новой сцене развлекательного комплекса «Главрыба» выступают звезды дагестанской эстрады и диджей. Фестиваль «Главфест» запомнится многим не только выступлением известных исполнителей. В трехдневной программе мероприятия очень много интересного. «Главфест 2022» — это первый раз здесь, на территории «Главрыбы». Это фестиваль, который будет проходить три дня. Сегодня, как вы слышите, за моей спиной современная музыка. Завтра вечер нашидов, послезавтра национальная музыка. Если учитывать, что раньше не проводились открытия туристических сезонов, то на фоне всего, что делалось, это действительно огромные масштабы. Достаточно посмотреть на территорию, которая задействована в фестивале. А это лишь маленькая часть того, что здесь проходит. Фестиваль обещает стать ежегодным. Я очень на это надеюсь. И по реакции людей вы поняли, что все проходит на высшем уровне, всем все нравится. Я думаю, два следующих дня также замечательно пройдут. Концерт для присутствующих стал целым праздником. У сцены быстро собралось много зрителей. Они пели и танцевали вместе с артистами. Особенно впечатлены были туристы, которых, к слову, было немало. «Как вам открытие туристического сезона?» «Очень хорошо. Нам нравится. Мы уже четвертый раз сюда едем». «Откуда приехали?» «В Узбекистан. Просто нравится здесь». «Как оцените концерт?» «Очень красиво. Нормально». «Вы местная?» «В Сурбута». «Ради концерта приехали». «Чего-то здесь не хватает, может быть?» «Нет, все нормально». «Оцените по десятибальной шкале». «Десять». «Что скажете про концерт?» «Все очень хорошо, красиво». «В Дагестане нравится?» «Очень». «Это прям поддерживает здешнюю атмосферу. Спасибо большое организаторам». Фестиваль приурочен к открытию туристического сезона 2022. Он проходит три дня. Концертная программа для каждого своя. На второй день фестиваля, 31 мая, организаторы проведут вечер нашидов при участии известных исполнителей. А финал главфеста 1 июня в Международный день защиты детей обещает быть масштабным событием с участием руководства республики. «Что-то особенное там планируется?» «Первого числа днем уже будет детская программа с аниматорами, а вечером будет фестиваль национальной музыки. Соберутся Зайнаб Махаева, Гаджилав Гаджилаев, Лариса Гаджиева, Роза Максумова, Руки от Гамзата. Короче, огромное количество настоящих таких народных артистов республики». Карим Даниев, Дауд Гасанов, новости ННТ, Зубутли. Трое дагестанских боксеров выиграли золото международного турнира в Хабаровске. Соревнования о памяти героя Советского Союза Константина Короткова проходили в течение недели и завершились накануне. Медаль «Высшие пробы» в весе до 63 килограммов завоевал Ислам Меджидов. В финале «Махачкалинец» одолел представителя Беларуси. Также первым в категории до 86 килограмм стал Шарапуддин Атаев. А в женском боксе равных не было с Адат Долгатовой. Кроме того, в активе наших спортсменов 4 серебряные медали. Всего в поединках за награды турнира сошлись более 100 спортсменов из 5 стран. И на сегодня это все. Смотрите нас также в социальных сетях ВКонтакте и Яндекс.Зен. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова